ну что ж дорогие друзья я всех приветствую на 27 сезоне наконец-то это случилось давно я не вел свои онлайн программы как вы знаете я сейчас занимаюсь в большей степени образовательным большим моим проектом который я рожал много-много лет занимаемся дополнительным профессиональным образованием по классу тревожно-депрессивных расстройств занимаемся профессиональной переподготовка людей с любым высшим образованием так и врачей психологов психотерапевтов и программа постоянно совершенствуется несмотря на то что она имеет массу положительных отзывов от врачей разных категорий и научных сотрудников я каждый раз стараюсь ее дополнять и улучшать мы занимаемся вопросами кардиологии неврологии пульмонологии гастроэнтерологии эндокринологии гематологии психиатрии психотерапии и все это медицинская доказательно медицинская концепция ложится в основу консультирования людей с неврозами потому что неврозы сегодня бьют все рекорды и вы знаете что тревожно-депрессивное состояние сегодня это не какая-то сказка из интернета сегодня в условиях мировых противоречий в условиях войн катастроф стихийных бедствий тревога депрессия чувство нарастающего такого гнетущего состояния безвыходности обреченности потери ориентиров на будущее потеря жилья потери работы потери денег потери близких если суммировать пост к вид физиологические пост к видные синдромы потеря близких в к вид потери работы в к вид геополитические катастрофы войны переезды релокации мобилизации все если все это суммировать и помножить еще на в целом тенденцию к тревожности это дает нам огромный всплеск тревожно-депрессивных расстройств а в российской федерации как вы понимаете нет профильного образования по этому классу потому что тема психологии простите меня эта тема теоретизации как какая-то школа психологии смотрит на какую-то акцентуацию человека но вопроса панических атак вопроса обсессивно-компульсивного расстройства вопроса навязчивых мыслей самотоформных дисфункций соматизированных расстройств депрессии всегда отдавался на откуп врачам-психиатрам и там назначалась медикаментозная терапия но в реальности самая эффективная терапия это сочетанная психофармакотерапия и психотерапия так вот психотерапии именно тревожно-депрессивных состояний у нас практически не занимаются либо занимаются от себя тины какой-то теории и у каждого психолога прости господи на одного и того же пациента будет тысячи мнений от родового проклятия до дыхания маткой рождение второй раз родовых каналов я уж не говорю про положение планет которые должны почему-то повлиять на человека больше чем окружающие объекты на земле ну и так далее тому подобное поэтому современный народ в россии назовем это так попал очень сложную ситуацию тревога возрастает потребность на грамотное консультирование возрастает а конкретных вроде как и предложений много на рынке да растут всякие социальные сети растут социальные агрегаторы растет количество блогеров но качество психологии с каждым годом в россии становится все хуже по сравнению с объемом предложений да в принципе качественные специалисты появляются их становится больше но они настолько растворяются в общем объеме людей которые занимаются так называемой психологии что современный россиянин и жители снг русскоговорящий в том числе начинает все меньше и меньше получать качественной терапии и вот моя организация как раз таки занимается тем что мы соединили медицину и психотерапию и соединили это так что наши ребята могут оказывать качественное консультирование и качественную поддержку людей с тревожными расстройствами уже сегодня используя для этого только доказательные и доказанные протоколы и вы здесь находитесь потому что я вас заинтересовал своей работой так вот собственно говоря наша школа это фактически то что умею я то что знаю я облеченную методологию которая после окончания дает прекрасный результат ну а вы дорогие друзья находитесь на авторской программе которая называется 27 сезон это по счету уже 27 программа мы с вами 8 занятий будем заниматься тревожно-депрессивными расстройствами устраивайтесь поудобней наше занятие будет длиться два часа заниматься мы будем по выходных у вас на сайте есть расписание где-то мы будем заниматься раз в неделю где-то мы будем заниматься два раза в неделю по субботам воскресенье в 12 часов время не меняется перерыва у нас не будет потому что информации огромное количество которые вам нужно дать и разъяснить особенно разъяснить потому что проблема невротических и тревожно-депрессивных расстройств во многом связано с тем что человек не очень понимает силу своей тревожности наверное я бы так сказал не очень понимает что с ним происходит вот мы в нашей школе как раз таки учим почему там много медицины почему-то много кардиологии аритмологии много неврологии много психиатрии потому что мы учим наших клиентов наших студентов объяснять нашим клиентам правильное происхождение тех или иных симптомов что панические атаки не связаны с тем что вы на маму обиженные папу что агорафобия не связана с подавленными чувствами что обсессивно-компульсивное расстройство это не нужно рожаться второй раз и это не наследственное заболевание да то есть мы учим наших студентов правильно образовывать на первичном контакте с пациентами людей потому что именно правильное представление о патоэтиологии его заболевания дает хороший прогноз патоэтиология это происхождение патологического процесса соответственно если клиент идет в интернет и ищет тему панических атак или находит какого-то блогера у которого идея что панические атаки возникает от остеохондроза или панические атаки вегет сосудистая дисфункция самотоформная возникает от глистов от паразитов от сахара от глютена от положения меркурии планеты то вот это базовое абсолютно неправильное представление о причинах этого заболевания и расстройства ведет клиента сразу не туда и сколько бы он туда денег не вкладывал как бы он не старался как бы он не пытался решить эту проблему если изначально человека все понимают да поставьте плюсик это понимает то есть если изначально человек неправильно понимает о причинах и следствиях своих психических явлений он в принципе каким бы он не был хорошим человеком он не решит свою проблему это всем понятно вот я бы хотел чтобы володя вырезал отдельно этот фрагмент в youtube чтобы мы объяснили людям что если вы базово идете в астрологию если вы базово идете второго если вы базово идете в биоэнергетику если вы базой базовые идете в глисты если вы базово идете в остеохондроз если вы базово идете впадению теологи тревожек депрессивных расстройств в этом плане то вы в принципе обречены на катастрофу и проблема не в планетах и не в листах проблема в том что вы базово идете не туда нельзя решить проблему панических расстройств, депрессивных расстройств. Нельзя решить проблему тревожно-депрессивных расстройств, если вы повернули в эту шляпу. Чтобы решить вопрос тревожно-депрессивных расстройств, нужно иметь доказанное, изученное исследование патоэтеологии тревожно-депрессивных расстройств и применить то, что действительно проверено и доказано. Всем это понятно? Отсюда вытекает ответ. Почему у многих людей при обилии информации сегодня в интернете не получается справиться с паническими атаками, с тревогой, с депрессией? Потому что либо вы слушаете информацию, которая в принципе не способна к решению этого вопроса, либо вы верите какому-то блогеру, который ввел вас намеренно в заблуждение, и эта информация не способствует решению этого вопроса. Либо вы недобросовестно применяете те задачи и задания, которые действительно способны решить этот вопрос, но вы его по каким-то причинам не решаете, либо идет ошибка о самом базовом состоянии. Мы сегодня об этом поговорим. Вы пытаетесь лечить, например, панические атаки, и если вам даже очень сильно фортануло, и вы попали к специалисту, который действительно как бы работает с этой профильной темой, и даже если этот человек, да, скажем так, вроде как дает вам те задачи и упражнения, которые действительно помогают с панической атакой, Но если это не панические атаки, вы все равно попали. Все понятно? Всем это понятно? То есть, если вас заманили на воронку панические атаки, и проблема в том, что вы-то думаете, что у вас панические атаки, А в реальности-то это не панические атаки, а высокая тревога, и даже если вам продали какой-нибудь ебучий чек-лист про панические атаки, и даже если этот чек-лист в теории правильный и в практике, но люди, которые вам это продали, не смогли удосужиться вопросом, а панические ли это атаки, То даже применяя, всем это понятно, вот эта ошибка эта, то даже применяя правильную технологию к этим вопросам, вы все равно не добьетесь результатов. Потому что упражнения для панических атак и терапия тревоги – это не одно и то же. Терапия тревожного или генерализованного тревожного расстройства, или в целом патогенетическая, как Месичев назвал свой метод терапии, а невроза и тревожного невроза, и работа с паническими атаками и приступами агорафобии, там, избегающего поведения – это не одно и то же. Поэтому мы с вами, дорогие коллеги, будем, я вас буду коллегами называть, потому что я уже, если честно, привык к своим клиентам относиться как к студентам, и я надеюсь, что многие здесь присутствующие тоже когда-нибудь станут студентами школы эмоционального интеллекта. Поставьте восклицательный знак, кто у нас решился на страшное, это сочетать мой сезон и учиться. Восклицательный знак, кто выпускник, восклицательный знак и плюс, кто сейчас студент школы. Можно вот посмотреть небольшую статистику. Восклицательный знак, кто выпускник, восклицательный знак и цифра плюс, кто студент сейчас. Так, по статистике я вижу, что много уже выпускников, которые, видимо, пришли. А для чего вы пришли, выпускники? Вот кто студент, я понимаю, что их мотивация мне ясна больше понять про этиологию и что делать с тревожными расстройствами. А выпускники что хотят? Вы хотите тоже что-то прояснить или вы хотите тоже что-то для себя, укрепить свои знания, поступая на осень, новые нюансы, детали, получить интроекцию, согласен, хорошая мотивация, тоже кто-то идет с осенью учиться, это приятно разбираться в своих тараканах. Для себя кто-то как на супервизию пришел, кто-то планирует идти в октябрь, укрепить, систематизировать знания, кто-то опять идет на осень. Да, в октябре стартует новый набор, я забыл сказать, сори, справки в приемной комиссии, но сейчас не об этом, потом разберетесь, позвоните сами, разберетесь, тоже буду учиться закрепить знания. Хорошо, значит смотрите, коллеги, я постараюсь, все, уберите руки от чата, пожалуйста, я постараюсь вести занятия так, чтобы было понятно всем, плюсик ставим, кто это понимает, что если здесь девушка, молодой человек, мужчина, женщина, которые вообще ничего не понимают, чтобы им было понятно. И если здесь специалист, который уже понимает, а даже работает, ему тоже было понятно. Я постараюсь сделать так, чтобы мы прошли с вами такой большой путь от самого простого до очень сложного. И чтобы каждый получил для себя пользу, окей? В чем особенность сезона? Особенность сезона в том, что это не терапия с точки зрения личного контакта, а терапевт-клиент. Это 8 онлайн-встреч в 16 часов, и это как раз таки информация, которую вы должны будете применять по отношению к себе. Пожалуйста, не превращайте это просто в просмотр кинотеатра, какого-то кино, сериала по выходным. Постарайтесь отнестись к тому, что я буду говорить, как к тому, что вы будете применять на протяжении недели до следующей встречи. Все это поняли? То есть, если мы встретились с вами в воскресенье или в субботу-воскресенье, и у вас есть 2 часа или 4 часа определенной информации и заданий, то вам надо их применять. Объясню почему. Люди не могут поменять свою личность, именно личность, с помощью просто информации. Сейчас объясню, как это выглядит. Невротические расстройства можно разделить на 2 больших, как сказать, на 2 большие составляющие. Вот на то, что сверху, на то, что сверху, и на то, на чем это стоит. Все это понимают? Плюсик ставим, кто понимает. К нам обращаются пациенты, которые говорят вот об этом. Они говорят, у меня симптомы. И они очень разные. И есть то, из-за чего эти симптомы образуются. Поэтому, когда вы будете смотреть этот курс, мы будем говорить сегодня о симптомах. И дальше мы будем говорить о личности, на которую эти симптомы продуцируют. Всем это понятно? Потому что говорить долго про симптомы, я объясню, что нужно знать и что нужно делать, чтобы минимизировать все это. Но основная задача сезона – это что? Это дать вам информацию и конкретные вещи, что может способствовать трансформации этой личности. Почему это важно? Те симптомы, которые образуются у вас, я их перечислю. Вегетативная дисфункция – это ваше пресловутое ВСД. Да, не будем перечислять там от давления, мошек, головокружение, шаткость, вялость там и так далее. Тревога, вегет-сосудистые проявления, навязчивые мысли, страхи, фобии, избегающее поведение, страх одиночества, страх остаться одной, депрессия, разные клинические проявления депрессии, неврастения, астения, психостения, ритуалы компульсивной перепроверки. Все это, вот все это, поняли, следствие какой-то личности. То есть эти симптомы нельзя оторвать от вашей личности. Все это понимают. Это не коронавирус. Вот у коронавируса выглядело бы это так. Вот ваша личность и вот коронавирус. Коронавирус никак не связан с вашей личностью. Все это понимают, я надеюсь. А вот когда мы говорим о тревожно-депрессивных расстройствах, то те симптомы, с которыми бегают наши клиенты по социальным сетям, панические атаки, вегетатика, тревога, депрессия, апатия, уныние, астеническая, психостеническая концепция, все это неразрывно связано с личностью. Почему? Симптоматика, с которой сталкиваются наши клиенты, прежде всего, это симптоматика тревоги. Прежде всего. То есть, то, что физиологически проявляется вследствие длительной тревоги. Всем это понятно. Вегетативная нервная система, это то, что первое откликается на хроническую тревогу, очень быстро дает нам определенные вегетативные, такие некомфортные состояния. Я думаю, все про них знают, их не надо перечислять же, правда? Колебания артериального давления, потливость, озноб, шаткость, вялость головокружения, чувство скорой потери сознания, ощущение неустойчивости. Вот это вот все, вот этот весь большой ворох вегетативной активности, при обследовании, который не находится, никакой патологии, да? Мы сейчас поговорим об обследовании. Принято называть самотофорной дисфункцией. Поэтому давайте запишем, что большинство симптомов, я бы сказал даже так, подавляющее большинство симптомов, с которыми жалуются люди, на которые жалуются люди, «это проявление тревоги, запятая, это проявление гнева, обиды, вины и стыда». Тревога, гнева, обида, вина и стыд. Тревога, обида, вина, гнев и стыд. Подчеркнули? Тревога, обида, вина, гнев и стыд. Почему я делаю на этом акцент? Нет невротического расстройства, которое не произрастает из этих эмоций. Внимательный зритель может сказать, но послушайте, тревога, обида, вина, гнев и стыд есть у всех, и он будет абсолютно прав. Но есть один нюанс, чем отличает, что отличает обычного человека, у которого есть тревога, гнев, обида, страх и вина, гнев и стыд, от невротического пациента. У невротического пациента это хронически. Это хроническое состояние, перманентное, либо с детства и усилившееся в результате определенных триггеров, либо это состояние приобретенное. Плюсик ставим, кто понимает. Все симптомы, на которые вы жалуетесь, и вы наверняка сюда пришли, чтобы с ними справиться, или ваши клиенты будут на них жаловаться, это следствие того, что пишем, симптомы, это следствие того, как человек относится к определенным процессам в его жизни. Мы поговорим об этом очень много и серьезно. То есть нельзя иметь панические атаки, и в жизни было все хорошо. Вот это давайте запомним сразу. Нельзя иметь агорофобию и тревожно-депрессивное расстройство, чтобы у вас было все в порядке. Сейчас объясню, в чем фишка. Нельзя иметь тревожно-депрессивное расстройство. Нельзя иметь обсессивно-компульсивное расстройство, неврастынию, а навязчивые мысли. Например, женщина говорит, у меня появился страх убить ножом ребенка или потерять контроль и умереть от сердечного приступа, я начала ходить по врачам, у меня стали приступы паники, я вызываю скорую, но у меня в принципе в жизни все прекрасно, я всем довольна. Запомните раз и навсегда. Это иллюзия. И почему эта иллюзия так работает? Владимир Николаевич Мясищев, основатель патогенетической психотерапии, затем Борис Дмитриевич Карвасарский, его ученик, переименовавший этот метод в личностно-ориентированную реконструктивную терапию. Это тот метод, который мы в школе преподаем, вместе с когнитивно-поведенческой терапией, сочетан на, а это два самых сильных метода на сегодня, а не когда их грамотно, наши выпускники и студенты объединяют, и я их учу это делать, и вы на сезоне это увидите, сказали. Да и Фрейд на самом деле об этом говорил, потому что патогенетическая терапия это психодинамический подход, и весь психоанализ это психодинамические подходы. Соответственно, мы будем оперировать тогда к Фрейду. Давайте тогда про Фрейда, про психоанализ. Неврозы – это история, где человек не видит причинно-следственной связи, плюсик ставим, кто понимает, между происхождением симптома и его личностью. Вот это надо понять, коллеги и пациенты. Давайте так. Мы не видим прямую связь между особенностью личности и реагирование личности на определенные вещи и начало или течение симптоматики. Это всем понятно. В этом огромная проблема, поэтому берем красную стокорочку и пишем восклицательный знак, что одна из задач, которую мы будем с вами учиться решать и учатся наши студенты – это видеть причинно-следственную связь между, пишем, личностью, формирование этой личности, события в жизни, на которые эта личность реагирует определенным образом и образованием симптомам и его течением. Восклицательный знак, кто услышал меня. Я повторю, пишем, запоминаем. Наша задача, если вы клиент школы эмоционального интеллекта и психотерапии, студент, выпускник, наша задача, одна из задач сформировать четкое понимание пациента между особенностями происхождения его личности, реагированием этой личности на конкретные жизненные обстоятельства и формирование симптомов. Поэтому вы должны понять, что ваши симптомы невротического расстройства это не просто вот вы жили-жили, знаете, в один прекрасный день поехали на работу или проснулись, или там началось, а, да, вдруг. Это не так. На самом же деле все выглядит совсем наоборот. Совсем наоборот. Жила-была личность, у которой имелись определенные особенности, назовем это помесище его сверхценные потребности, по-лазурскому это особо значимые потребности или особо значимые отношения в системе отношений человека, ну, например, семья. Я вам буду много об этом говорить на сезоне. Особо значимые потребности быть значимым, важным, не быть одной, иметь определенную семью, иметь определенные реализации, доказать, перегнать, победить, смочь. Об этом мы много будем говорить, да. Вот есть особо значимые системы в каждой личности. Все это понимают, что невозможно всех людей запихнуть сука в 12 знаков зодиака. Невозможно всех людей запихнуть в описание акцентуации кто ты, блядь, нарцисс, холерик, сангвиник. Это полная чушь, потому что у каждого человека есть особое детство, которое конкретно создает определенную систему отношений. Я могу разъебать астрологов в пух и прах. Просто обычным экспериментом. Дайте мне 12 человек. Я не буду знать ничего про их рождение. Когда они родились, где и во сколько. Я просто проведу с ними собственное диагностическое интервью и я скажу их особенности личности и напишу их на бумаге. И вы увидите, что я описал человека, потому что я понимаю, как его детство создаст его особенности. Плюсик ставим, кто понимает. А потом мы проведем еще один эксперимент, что мы увидим описание, которое дал я всем 12 людям, и оно очень плюс-минус подходит под описание разных знаков зодиака. Таким образом, астрологи прекрасным образом научились манипулировать людьми. Люди в системе отношений в детстве плюс-минус одинаково получают определенные особенности. Рассказательный знак, кто это понимает. То есть отношения с мамой, с папой, с бабушкой, дедушкой, дядей, тетей, пьющей, не пьющей, теплой, холодной, оно плюс-минус формирует плюс-минус определенные особенности человеческих личностей. И в принципе описать их так, чтобы плюс-минус это попадало в больший процент людей, это не сложно. Всем это понятно. Поэтому не надо пожалуйста на это вестись. И уж тем более, если в детстве сформировались определенные сверхценные особенности личности, внимание, красный знак, их нельзя поменять просто живя в определенные дни, выполняя определенные действия. Их надо осознать и принудительно подвергнуть либо сомнению, либо реконструкции. Внимательный слушатель скажет, а как же тогда работает астрология, мне помогает. Объясняю. Когда тревожный человек нуждается в поддержке, нуждается в опоре, поможет все, что угодно, во что он верит. Я повторю. Когда тревожный человек, тревожная женщина боится потерять мужа, когда тревожная женщина боится за ребенка, когда тревожный человек, Вов, это тоже надо вырезать на YouTube, когда тревожная женщина боится за ребенка, когда тревожная мать боится за детей, когда тревожная женщина и мужчина боятся за семью, когда тревожная женщина боится умереть и оставить детей одна, когда тревожный мужчина боится потерять дом, деньги, финансирование, им поможет все, во что они будут верить, что их успокоит. Это тысяча лет на самом деле работает. Как бы вы не изощрялись, отрубали курице голову, закапывали ее где-то, свечки, шарики, хуярики, это будет работать на уровне успокоения. Если вы поверите в то, что вы, что вам скажут, вы чувствовали страх с точки зрения будущего, вы пришли к человеку с тревогой за будущее и вам сказали плюс-минус понятные будущие варианты. Например, сейчас не время, через три месяца лучше. Да, в принципе, может быть так, а может быть так. Как ты решишь, так и будет, но в принципе, я вижу все более-менее. А вот здесь надо осторожней. И что бы вам не сказали, вам просветили некий в теории вариант будущего. И когда тревожный мозг, который не знал ничего про будущее, ему авторитетный человек, как ему кажется, сказал какие-то варианты, что чувствует человек? Человек чувствует успокоение. Поэтому, почему люди постоянно ходят, там картишки раскидывают, строят всякие схемы, всякие штуки, дрюки, эти эзотерические делают? Это просто мастурбация. Это просто способ успокоиться. Потому что люди не умеют успокаивать себя сами, люди не умеют жить с пониманием незнания будущего, люди не умеют жить не в определенности, люди не умеют справляться со стрессом, люди не умеют принимать решения, им нужна баба Люся, которая раскидает, сука, ей картишки. И чтобы не вестись на эту шляпу, надо заниматься эмоциональным интеллектом и самим уметь не создавать себе стресс, работать со стрессом, работать с тревогой, этим мы с вами здесь и займемся, работать с неопределенностью, работать с решениями, а не идти, блядь, составлять тебе ебать натальную карту за пятнарик. И чем точнее вы скажете минуту, тем точнее она будет. Но, ребят, интеллект присутствует. Если мне девушка говорит, что я строю для себя натальные карты и гадаю на таро, чтобы понять, как мне лучше быть в бизнесе или в жизни, я говорю, всего доброго, блядь. Потому что это понятно про интеллект, что в голове у девушки, да? Ну, я сразу вам просто говорю, это прям сразу стопе, блядь, просто вот стопе. Потому что человек с интеллектом, он понимает, что он испытывает тревогу по поводу будущего, по поводу неопределенности, по поводу какой-то ситуации. Он идет к психотерапевту, согласны? Он идет к психоневрологу, он идет к психологу, он идет к псих... Ну, он идет решать свои эмоциональные проблемы и запрос какой? Здравствуйте, меня зовут Алексей, у меня тревога по поводу будущего, у меня тревога по поводу отношений, у меня тревога по поводу бизнеса, у меня тревога по поводу решений, у меня тревога по поводу неопределенности. И он прорабатывает это со специалистом. Но какая-нибудь, блядь, женщина с интеллектом ниже 80 пойдет, раскидает карты Таро. То есть это, в принципе, перепись населения. Вот серьезно, это интеллектуальная перепись населения. И как показывает тысячелетняя практика, эта перепись не улучшается. А, по-моему, становится все только хуже. Потому что сегодня половина эскортниц Москвы астрологи, тарологи. Другая половина эскортниц Москвы психологи. Это что такое? Это что, легализация эскорта? Откуда у тебя сумочка, блядь, ЭРМЭ? Я, блядь, настроила натальных карт. Потому что анальных карт ты настроила в Дубае. Алло! Понимаете? И это же еще больше вводит людей в заблуждение. Ладно, я хотел не материться, но... Просто, если честно, ну, людей жалко. Ну, реально жалко людей. Да? Потому что время. Ладно, деньги. Время. Ладно, возвращаемся к нашим баранам. Значит, все поняли, да? Что симптомы тревоги разные. Все поняли, что симптомы тревоги, панические атаки, агорафобия, вегетососудистая дисфункция, навязчивые мысли убить ребенка, покончить с собой, заболеть шизофренией, заболеть спидом, заболеть раком, найти в себе заболевание, страх за сердце, экстрасистола, перебои в сердце, текикардия, депрессивное состояние и прочее, 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 прочее. Эти симптомы образуются вследствие генерации личности тревожно-депрессивного состояния. Пишем, двоеточие. Либо это случилось недавно, либо это уже хронически и долго. Об этом мы поговорим в следующий раз. Но вот происхождение симптомов всем понятно? Значит, давайте немножечко про мифы затронемся здесь. Значит, первое. Остеохондроз и панические атаки. Остеохондроз и вегетососудистая дистония. Плюсик ставим, кому тема интересна. Остеохондроз и невротические состояния. Я лично много лет назад, и там недавно мне скидывали там видео, я раньше это было всегда, что есть некие врачи, а может быть и не врачи, массажисты, может быть какие-то там мануальные терапевты, которые молодцы, конечно, прочухали поляну в том смысле, что они знают, что людей сегодня с паническими атаками очень много. Да, и очень удобно рассказать историю, что причины панических атак в зажимах шейных позвонков, которые блокируют малый круг кровообращения, создают гипоксию головного мозга, из-за этого вы болеете невротическими паническими атаками. Конечно же, такая информация рассчитана на людей, которые, мягко говоря, ничего не понимают в физиологии, которые, мягко говоря, ничего не понимают в неврологии, и которые, мягко говоря, ничего не понимают ни в психиатрии, ни в психотерапии. Объясню, в чем обман и в чем есть не обман. Окей? Значит, в чем не обман? Не обман. Пишем. Значит, правда в том, что действительно нестабильность шейных позвонков или слишком сильная компрессия трапециевидных мышц, травмы, остеохондрозные изменения, грыжи могут действительно нарушать гемодинамику. Плюсик ставим, кто понимает. Это правда. Это правда. Второе. Вторая правда. Нарушенный кровоток в шее действительно может вызывать гипоксию головного мозга, и это тоже правда. Третье. Гипоксия головного мозга действительно, и это тоже правда, может вызывать различные вегетативные ощущения. Головокружение, шаткость, вялость, плохая память, сниженная концентрация внимания, мушки в глазах, плюсик ставим, кто согласен. Двоение в глазах, дурнота, тошнота. И это тоже правда. На этом правда заканчивается. Пишем. Вывод про остеохондроз. Остеохондроз, нестабильность позвонков, компрессия трапециевидных мышц действительно может нарушать гемодинамику, действительно может вызывать гипоксию, действительно могут вызывать самотоформные вегетативные жалобы, мушки, двоение, тошнота, головные боли, шаткость, потеря концентрации, потеря памяти. Но не вызывает нервно-психических заболеваний, таких как невротические депрессивные расстройства. Вот это неправда. Но тут есть один нюанс. И этот нюанс называется коморбидность. Представьте себе девушку лет 25-28, представили? Или там девушку лет 30, скажем. Который, который находится в состоянии бракоразводного процесса. Для нее полноценность семьи – это были особые системы значимые отношения в жизни. Представили? Потому что у нее не было семьи. Или она, наоборот, была. Но неважно. Как-то так случилось, что для нее семья – это особо значимая история. Потом об этом буду много говорить, когда мы про Мессищева будем говорить, про систему отношений. И вот так случилось, что и у нее еще было убеждение, что ее муж должен быть единственным на всю жизнь. Плюс их ставим, кто понимает. Ее детство сформировало определенное отношение к семье. К полноте семьи. Затем ее убеждение, что муж должен быть единственный на всю жизнь. Это все дело закрепило. И дальше что происходит? А дальше так случилось, что, в общем-то, все пошло по накатанной и по одному маршруту. И они разводятся. Для нее это не просто стресс. Для нее это дистресс. Плюс их ставим, кто понимает. Потому что это не просто развод. Это попадание в особо значимую систему отношений. Все это поняли? Из-за этого она формирует длительный дистресс и тревогу, которая формирует определенную тревожную синдроматику, в том числе вегетативную активность и панические атаки. Согласны? Кейс понятен? Согласны? Кто сказал, что у нее не может быть остеохондроза? Запятая. А кто сказал, что у нее не может быть гипотириоза, гипертириоза? Запятая. А кто сказал, что если это мужчина, у него не может быть гипогонадизма с низким тестостероном? Запятая. А кто сказал, что у этой девочки не может быть гемоглобин 80 изобильных месячных или там плохого питания, неусоиваемости железа? Поэтому пишем красными буквами восклицательный знак, что главная проблема – это не остеохондроз. Это то, что это может идти параллельно. Остеохондроз не вызывает невротических расстройств и панических расстройств. Но может быть параллельно. Либо остеохондроз вызывает только вегетативные симптомы, которые мешают человеку. И поправив гемодинамику, действительно улучшается общее самочувствие. Но вопросы с мужем не изменятся. Кровоток головного мозга не решит вопрос с любовником. Кровоток в головном мозге не решит вопрос с изменой. Кровоток в головном мозге не решит вопросы с одиночеством. Кровоток в головном мозге не решит вопрос с нормативностью. Плюсик ставим, кто понимает. Кровоток в головном мозге не решит вопросы вашей нарциссической личности. шизоидной личности, вашей требовательности, ваших страхов – это не так. Поэтому если вы идете к мануальному терапевту, то вы знаете, что вы идете только улучшать кровоток головного мозга, который в целом даст вам, может быть, лучшее самочувствие, но не решит невротических вопросов. Это всем понятно? Значит, это, наверное, самый главный такой миф и заблуждение, значит, следующий миф, пишем, значит, следующий миф, чтобы вылечить панические атаки, надо решить вопросы с родителями. Миф этот заключается в том, что, чтобы вылечить панические атаки, надо первое, правильно, пишем, мы будем говорить про коморбидность, Максим. Я уже сказал об этом, вы плохо слышите, я же говорил об этом, что кто сказал, что это не может быть параллельно, вы просто невнимательны, избиваете меня из-за своей невнимательности. Пишем, что вопрос панических атак решается первое. Это правильное понимание о происхождении панических атак. Мы об этом будем говорить. Это правильное понимание о происхождении панических атак. Да и в целом, в принципе, про неврозы это тот же алгоритм. И правильное поведение во время панических атак. И правильное поведение в терапии в целом. Вот это лечит панические атаки. Все. Я повторюсь. Первое. Правильное, мы будем об этом говорить, не переживайте. Правильное понимание о происхождении панического приступа. Второе. Правильное поведение красными буквами во время панического приступа. Плюсик ставим, кто понял. И третье. Правильное поведение в целом в терапии. Точка. Внимание всем бабочатам. Чтобы вылечить панические атаки, не надо трогать маму и папу. Не надо трогать детство. Не надо трогать матку. Не надо, блядь, кончать под гипнозом. Не надо рождаться второй раз. Не надо никого прощать. Не надо никого отпускать. И грехи в том числе. На бутылку садиться не надо. И прорабатывать глубинные внутренние зажимы тоже не надо, блядь. Единственное, что надо сделать, это понять о том, что с вами происходит и почему, и как. Второе, это понять, как себя вести во время этого состояния. И третье, это понять, как вести себя для того, чтобы этого больше не было. Это всем понятно. Но есть миф, где вам расскажут, что чтобы справиться с паническими атаками, требуется глубинная проработка, ла-ла-ла. Это разводка. Значит, здесь же, но, поняли, на чем базируется этот тезис? Смотрите сюда внимательно. Чтобы справиться с паническими атаками, нужно правильно понимать, правильно себя вести и правильно вести терапию. Не трогая маму, папу, детство и личность. Вообще. Все это поняли? Я могу вылечить человека с паническим расстройством и агорофобией, вообще ничего не зная про его детство. И вы узнаете как. Ходите? Ну, многие знают, но кто тут новички, я повторю для вас, а для старичков будет полезно мать учения. Вообще детство трогать не нужно. И шею, блядь, трогать не нужно. И клитор, блядь, трогать не нужно. И матку трогать не нужно. И прощать никого не нужно. Потому что, когда мы имеем симптом, и мы имеем личность, это как бы не разрывные вещи, но как бы и разрывные. Можно взять паническую атаку агорофобию и ее убрать. Но теперь смотрите, что будет. Вот давайте предположим, что мы только на этом и остановимся. Паническая атака, агорофобия взяли как симптом, да? Предположим. Мы, предположим, убрали паническую атаку и агорофобию как единственный симптом. Но эту личность не трогали. И я действительно могу так сделать. Я могу убрать у человека паническую атаку с агорофобией доказательной медициной. Тут не нужно ничего больше придумывать. Но на месте, что останется, ребят? На месте останется личность, система отношений. Согласны? Личность и система отношений. Эта личность генерировала тревогу. И на месте этой истории вырастет что-то новое. Теперь я ответил на ваш вопрос, почему у вас симптомы постоянно меняются. Плюсик, кто понял? Симптомы меняются потому, что вы, убирая один симптом каким-нибудь мексидолом, блядь, ебучим, адаптолом, еще какой-нибудь валерьянкой, даже правильной когнитивно-поведенческой терапии для панических атак, да, вы уберете симптом. Но личность останется, и на ее месте вырастет все равно новый симптом, потому что тревога продолжает что? Или депрессивность генерироваться. Например, пациентка с обсисинокомпульсивным расстройством личности. Да, вы ей расскажете, что не нужно бояться своих мыслей, нужно там их усиливать, провоцировать, смеяться, бла-бла-бла. Здорово, классно. Вы объяснили. На какой-то момент ей стало легче, она перестала испытывать навязчивые мысли. Потом на это место придет совершенно другая симптоматика, а то и с большей силой. Потому что нормативная личность, проблема нормативности в ОКР не затрагивалась. Вместе с этим, коллеги, это вам будет интересно, и пациенты тоже. Смотрите, как можно сделать. Можно взять симптомы, с ними поработать, потом приступить к личности. Это главный протокол, помните, да? Первая линия терапии, основная терапия, поддерживающая. Я проводил эксперимент с 2000... Я занимаюсь когнитинно-поведенческой терапией где-то с 2013 года профессионально. Ну, с точки зрения того, что я ходил в ассоциацию, учился у Дмитрия Викторовича и так далее. С 2013 года там РЭПТ, КПТ, даже, по-моему, с 2012, не помню. Ну, первый сертификат 2013, когда Джон Витарито приезжал? В 2013 году, по-моему, да? Кто тут есть из ассоциации? Когда Джон Витарито был? В 2013. Кто помнит? Кто за мной следит, я уж не помню. Может, вы помните. Ну, конечно, с 2013 года где-то плюс-минус, а то и с 2012 я занимаюсь КПТ. И где-то с 2014 по 2016 я проводил эксперимент. Эксперимент заключался в том, что я хотел понять, что больше дает эффект. Смотрите, есть два подхода. Плюсик ставим, кому нравится. Либо я сначала работаю с паническими атаками, агорофобией, симптоматикой, а потом приступаю к проработке личности, которая генерирует тревогу. Либо я эту конструкцию что делаю? Переворачиваю. Интересно? Как вам кажется, какие были результаты? И я тогда принял решение. Я взял несколько групп. Одной группе я объяснял, значит, все упражнения для ПА, всю вот эту историю. Мы убирали это. Потом приступали к должествованиям, личностям и так далее. А другая группа, я вообще говорил, вообще ничего трогать не будем. Вот просто там не бойся, все будет хорошо. Но, как сказать, не ссы, Капустин. Это все пройдет. Главное нам сейчас с тобой убрать основную историю. Значит, сразу скажу, эксперимент не удался. Эксперимент не удался, потому что результаты были очень неоднозначными. И с точки зрения валидности, и с точки зрения однообразности симптомов, синдромов и тяжести. Но готов рассказать, что, может быть, вам это будет интересно. Значит, мы сегодня с вами будем говорить про фармакологию. Сейчас скоро приступим. И это как раз тот самый случай. Все это поняли? Ну, очень похоже. Фармакология, она работает именно вот каким образом? Почти похожим на этот, но немножко по-другому. Значит, что получилось? Когда я рассказывал людям сначала про панические атаки и симптомы, устраняя это, потом плавно работал с личностью меняя это, результаты были плюс-минус хорошими. Но в чем был нюанс? Это было долго. Из-за этой длительности что происходило? Когда люди получали облегчение по работе с симптомом, они научались не паниковать и не испытывать агорофобию, они уходили с терапии. Вот чем закончился эксперимент. Поняли все? Плюсик ставим. То есть, долго рассказывая людям, ведя терапию панического расстройства и агорофобии, доходя до финала этой части терапии, люди уходили с терапии. И я начал понимать, что я не могу их задержать, объясняя им вот эту внутреннюю историю. Да, они потом возвращались. Да, они потом жалели, что прервали и не поняли, что за рецидивы произошли и почему. Но я с этим постоянно сталкивался. Я решил попробовать перевернуть конструкцию, чтобы обмануть клиента. Типа, да, ну, чтобы вот сразу вот сюда сработать, и оно должно как бы рассосаться. И на самом деле, вы удивитесь, но оно работает лучше. С некоторыми, конечно, нюансами, но я выработал следующий протокол. С одной стороны, если перевернуть эту историю и вообще не трогать симптоматику, и задаться вопросом, а когда началось, задаться вопросом исследования системы отношений, коллеги, сейчас вам будет интереснее, да, особенности личности, задаться вопросом о психотравмирующих жизненных событиях, о функции симптомов, и о том, каким образом эта личность патологически реагирует на определенные вещи, помогая человеку с эссенциально-гуманистическим подходом, с когнитивно-поведенческим подходом, с астоическим подходом, посмотреть на свою личность по-другому, действительно уходили симптомы. И я думал, что я выиграл. Но спустя некоторое время выяснялось, что отсутствие опыта проживания панической атаки, либо опыта поведения во время вегетативной активности, мог дать очень быстрый рефлекторный рецидив, потому что у людей не было опыта. И поэтому я выработал следующий протокол, который, в принципе, мы с вами будем на этом сезоне отрабатывать, плюсик ту ставь. Мы с вами на самом деле перевернем терапию. Все это поняли? Мы с вами будем изучать вашу личность. Мы с вами будем говорить о системе отношений личности. Мы с вами будем говорить о функциях, симптомах, а почему они происходят. Но при этом вы должны будете уметь правильно реагировать на ваши симптомы, которые могут с вами происходить при какой-то активации тревоги. Все это понимают. Потому что если вы просто забьете на упражнение для панической атаки, как себя вести, что это такое, если вы просто забьете там на работу с ножами, если вы боитесь, как мать молодая убит ребенка, если вы просто забьете на работу со страхом выкинуться из балкона, если вы просто забьете на вот эту симптоматическую фобическую историю, есть вероятность, что вы туда рециднетесь, если вдруг через 10 лет вдруг вы почувствуете тревогу, просто потому что вы выпили кофе с кока-колой, или потому что вы там, я не знаю, там понервничали, или что-то случилось трагическое, да. Есть такое понятие, как психические рефлексы. И если, пишем, и если мозг, пишем, это сейчас важно, ручки взяли, пишем, если мозг один раз протоптал психический рефлекс, как он звучит, пишем рефлекс, адреналин, вегетатика, паника, еще раз, адреналин, вегетатика, паника, то психический рефлекс на любой выброс адреналина может сработать паническим рефлексом. Все это поняли? Восклицательный знак. Если вы этот рефлекс не проработаете, как вести себя во время адреналина, вегетатика, нет паники. Адреналин, вегетатика, бездействие. Адреналин, вегетатика, бездействие. Если вы это не проработаете, то даже если вы будете хуево туча цицерон, И у вас вдруг случится адреналин вегетатика, с большой долей вероятности психический рефлекс работает в панику. Все это понимают. Ну, вот у цирона, может быть, и не случилось бы, я тут загнул чуть-чуть, но и в теории, если вы были очень бы сильным даже психологом, даже консультантом и даже экспертом, если ваш рефлекс работает, адреналин вегетатика, паника, если он все еще есть этот рефлекс, то с большой долей вероятности вы можете запаниковать. Вот из чего будет состоять наше с вами обучение. Уже, да, более-менее для новичков что-то понятно, что ваши симптомы образуются в результате определенной личности, у этой личности есть определенные сверхценные особенности. Эти особенности действительно акваринятся в детстве. Это нельзя проработать с помощью астрологии, энергии, чакр и так далее. Это связано с психическими рефлексами, где вы с детства научаетесь вести себя определенным образом. Вы называете это характером. И возникают в жизни определенные события, на которые вы определенным образом реагируете. И пишем, все это еще вами не осознается. Вот к чему я подводил так долго. Плюсик ставим, кто понял. Что вот эта вся конструкция... Вот я бы ее вот так назвал. Ща. Вот. Вот так будет видно. Вот эта вся конструкция. Личностные особенности. События в жизни. Симптоматика. Вот видите три части с прокладочкой такой. Видите? Это и есть то, из-за чего вы здесь, или то, почему к вам приходят симптомы. Есть личность, которая столкнулась с определенными жизненными событиями. И так далее. Но есть еще один нюанс. Все это человек что? Не осознает. Плюсик ставим, кто понимает. И в результате к вам приходит пациент со словами Анна Петровна. Мне пизда. У меня панические атаки, тревога, вегетатика, шаткость, вялость, головокружение. Я не знаю, что делать. Помогите. Так в чем проблема? Все, сейчас режим. Вот тебе феназепам. А, гедазепам. Да? И вот здесь возникает вот главная проблема, о которой Фрейд писал. Пишем. Пациенты не понимают, что их симптомы – это следствие личности. И определенных событий. И они не видят этой причины следственной связи. У них это разорвано. Понимаете? У них это вот так. Все это поняли? Они не понимают. Они говорят, блядь, при чем здесь мой развод? Я хожу по врачам. Врачи дураки. Врачи не видят болезни. Я говорю, когда начала ходить по врачам? Когда случилась ипохондрия с тревожным расстройством? Она говорит, год назад. Я говорю, что было за 3-4 месяца? Узнала, что муж изменяет. Бла-бла-бла. А как в семье? А семья полная. А семья хорошая. Всегда хотелось такую же. А тут такая неудачка. А почему не развелась сразу? Ну, потому что я заболела. Какая интересная история. Получается, что если бы ты сейчас выздоровела, ты бы развелась? Ну да. А ты хочешь разводиться? Ну, я не знаю. С одной стороны, да. А с другой, не знаю. И вот тут у человека открывается глаз. Третий. Что вдруг она соединяет в своей голове, что ее вегетатика, панические атаки, ипохондрия неразрывно связаны с психотравмирующим событием, в котором она не может сокопринать решение. И чтобы не принимать решение, она начинает испытывать ипохондрический синдром, целью которого является отложить решение о разводе. Вот примерно плюс-минус об этом мы с вами будем на сезонах говорить. Потому что ваши симптомы, они как прокладка. Простите меня за аналогию, девочки. Это как прокладка между вашей личностью и вашими жизненными событиями. Запомните раз и навсегда, и мы начнем с диагностики. Продолжим диагностикой. Девчонки, мальчишки, запомните раз и навсегда. Невротический симптом всегда, как прокладка, что-то решает. То, что вы не можете решить сами. Плюсик ставим, кто запомнил, или запишите красным. Невротический симптом всегда, как прокладка, что-то решает. Он формируется как цемент, как межклеточное пространство. Я не знаю, как газ, который заполняет пустоту. Как соединительная ткань. То есть, симптом – это цемент между вашей жизненной реальностью и вашей личностью. Чем больше этого цемента, тем, блядь, оторвание вашей личности от реальности. Всем это понятно. Хорошая, кстати, аналогия получилась. Если мне, если я как личность нормально контактирую с реальностью, где люди могут быть дебилами, убийцами, предателями, где люди не такие, как мне нравятся, где люди разные, где жизни разные, где мужья приходят, уходят. Ты можешь прийти домой, а муж ебет собаку. Ты же добрый вечер не ожидала. Где твою жену могут ебать два негра в ванной. Я не знаю. Все в этой жизни может быть, блядь. Сосулки падают на голову. Люди умирают. Случаются катастрофы техногенные. И не очень, блядь. Политики сходят с ума, блядь. Люди обкалываются прививками. Все нахуй, блядь, ебнуться могут. Все в этой жизни может быть. И если моя личность и эта реальность, блядь, контачит, мне не нужен цемент, мне не нужен симптом. Я нормально с этим контачу. Но если я говорю, ебаный стыд, нет, блядь, вы что, так не может быть. Я должна только так. Я должен только так. Это же неправильно. То есть, если я начинаю очень сильно рефлексировать, конфронтовать с этим, с этой реальностью, мне моя же центральная нервная система говорит, блядь, чувак, тебе нужен буфер. Ты, блядь, ебнутый. Тебе нужен буфер. Потому что если ты, блядь, не можешь принять реальность, если ты не можешь принять реальность, что ты лоханула, блядь, с выбором мужа, если ты не можешь, блядь, с этим, сука, договориться, на тебе симптом, чтобы тебя не так ебло, это что у тебя проблема. На, делай пятнадцатую колоноскопию, раздрочи себе жопу, но чтоб ты только не думал о том, что ты лоханула с мужем. Потому что принять тот факт, что ты лоханула с мужем, гораздо травматичнее, чем разъебать жопу пятнадцатую колоноскопами. И еще раз, симптом, это всегда история, которая амортизирует ваш разрыв между реальностью и вашей личностью. Всем это понятно. Вот так понятно. Володь, нарежь, пожалуйста, этот вебинар в YouTube, мне кажется, это, блядь, ну, конечно, скажут, что пизданутый, как обычно, но это тоже реальность, мне не нужен для этого симптом. Ну, скажут, скажут, мне, блядь, 16 лет говорят, что я ебанько, блядь, ну и что, больше и меньше, блядь, да? Всем понятно? Симптом это буфер. Пишем, коллеги, следующую закономерность. Только, девчонки, мальчишки, я вас очень прошу, с клиентами наедине так не общайтесь, окей? Я так говорю, потому что вас, сука, 600 человек. И мне надо, я говорю, блядь, с собой, я шизофреник, мать его, ебнутый, понимаете? Я разговариваю сам с собой в телевизоре. Вы можете представить? Я вижу свое отражение, и я должен вам передать внутри своей головы очень грамотно и эмоционально, чтобы вы поняли. Ну это ебнуться можно, но серьезно. Я поэтому такой эмоциональный, потому что, если я буду вот так вот вам рассказывать, значит, вегет, сосудистая дистония, должествование, оценочное суждение, да вы нихуя не поймете, вы уснете, блядь, через пять минут, понимаете? И мне, чтобы с ума, блядь, не сойти, смотря на себя два часа, я не очень это люблю, видеть, блядь, это ебало, блядь. Да, мне нужно до вас донести информацию, поэтому я такой пизданутый. В жизни я немножко попроще иметь это в виду. С клиентами только так не говорите, ладно? А то вы думаете, что я так, блядь, со всеми разговариваю? Нет. Я так не веду терапию. Вот у меня ребята на кейсах, кто присутствует, кто здесь на кейсах, вы же видели, что я так с клиентами, блин, разговаривал? Нет, конечно. И вам не надо, блядь, думать, что так надо с клиентами, конечно, говорить. Продолжаем. Пишем. Пишем закономерность. Коллеги, это сейчас очень важно. Первое, ну, основное. чем больше симптом, вот смотрите, Люда пишет, забыла, что голова болела, расслабила. Запомните эту фразу. Это на самом деле сейчас очень важно. Посмотрите на Людмилу Азикову. Смотрите, что она пишет. Забыла, что голова болела, расслабила. Вот это сейчас очень важно. Зафиксируйте себе, пожалуйста. Вот видите это? Это сейчас очень важно будет. Я сейчас тему, мысль закончу. Так вот, чем больше симптом, тем больше оторвание личности от реальности. Чем дольше симптом, тем дольше оторвание личности от реальности. Чем тяжелее и дольше симптом, тем тяжелее и дольше оторвана личность от реальности. Теперь понятно, что такое неврозы и личностное расстройство. Вот так вот, коротко. Вот смотрите, вас могли дрочить два года в меде или еще где-нибудь, чтобы попытаться вам объяснить, чем разница между невротической реакцией и личностным расстройством. Вот я вам это могу объяснить в одном предложении. Чем дольше симптом, тем больше оторвание личность от реальности. Чем тяжелее симптом, тем тяжелее оторвана личность от реальности. Все. Если симптом с детства и тяжелый, тем тяжелее и дольше оторвана личность от реальности. А чем дольше и тяжелее оторвана личность от реальности, тем больше нужно симптомов, чтобы буферить, буферить, как правильно сказать, буферить, чтобы амортизировать эту компенсаторику. Всем это понятно? Если личность немножко поссорилась с реальностью, ну, например, мальчишке, всем понятно, что такое невроза, я надеюсь, я за полтора часа вам, даже за час пятнадцать, вот что-то уже нормально в голове, там кто будет смотреть просто в копии, как вам это нормально, понятно становится. Соответственно, если я жил нормальной жизнью, все было ок, и у меня вдруг начались какие-то симптомы, это говорит о том, что я где-то оторвался от реальности с точки зрения ее принятия, ее амортизации. Окей? То есть, друзья мои, если симптом так или иначе присутствует невротического характера, это означает, что есть где-то акценты или засветы, где вы с реальностью искрите, знаете, как искра такая проходит, но тут есть нюанс, пишем, пишем, пишем. Коллеги, нельзя достичь состояния, вот первый, второй поток, кто здесь находится, выпускники, помните эффектета? Нельзя достичь состояния, чтобы не искрило вообще. Можно идти к этому состоянию, чтобы принимать многие вещи максимально амортизировано. Поэтому философы говорят, что мы какие? Мы стремящиеся в терапии. Мы невротики, плюсик ставим, кто понимает, которые стремятся минимально искрить с этой жизнью. Все это помнят? Мы стремимся минимизировать эту искру. Но мы обычные живые люди пишем. И все равно иногда будут где-то события, где иногда будет искрить, но это будет искрить, не критично искрить. Всем это понятно? То есть да, где-то что-то может задеть. Где-то кто-то умрет, слезы будут, горе. Где-то что-то случится, разочарования будут. Где-то будут какие-то неприятности и радости и так далее, и болезни. Мы можем стремиться только к минимизации. Но в ноль никто никогда не смог. Даже эпиктет, даже цицерон, даже синека, даже маркаврелий. Никто. Всем это понятно. Плюсик ставим. Соответственно, для вас очень важно понять, что пытаться выпилить какие-то вегетативные симптомы, иногда даже какие-то тревожные состояния в ноль невозможно. Вы можете только стремиться минимизировать вашу тревожную реакцию на жизненные обстоятельства, но в ноль выпилить это нельзя. И это нормально. Пишем дальше. Невротическая реакция и невротические расстройства возникают тогда, когда уровень оторванности личности от реальности становится больше, чем это может выдержать психика. Тогда нужен симптом. Например, симптом нужен для того, чтобы, например, игромания. Я настолько, например, я человек с дереализацией и деперсонализацией. Я человек с дереализацией и деперсонализацией, который еще и играет постоянно в компьютер. Это говорит о том, что я как личность настолько не контачу с реальностью, что мне лучше уходить в деструктивность, мне лучше уходить в изоляцию, чтобы не видеть эту реальность. Все это понимают. Или я опять же хожу по врачам, чтобы не видеть то, с чем я не могу в жизни договориться, потому что слишком жестко. Это касается мужа, жены. Еще вариант интересный. Я очень озабочился своим здоровьем, потому что я не могу внутри выносить мысли между любовницей и женой, потому что у меня хорошая жена, она хороший человек, у нас прекрасная дочка, но я не хочу больше свою жену. Мы как бы нормально контачим, она действительно искренне хороший человек, она действительно классно готовит, она хорошая женщина. Мы с ней много лет прожили, но я к ней испытываю очень теплые, родственные, близкие, хорошие чувства. Она мне как сестра, как мать, я не знаю. Но ебать я хочу 19-летнюю студентку. Вот там прямо оторви и выбрось. И я не знаю, что с этим делать, понимаете. И вот когда человек, внимание, внимание, когда мой пациент этого не понимает, внимание, он не понимает этот выбор между студенткой и женой. И для него внутри этот выбор очень травматичный. Это и есть та самая история, которая запускает Искру. И его личность не может с этой реальностью никак договориться. Никак не может. Потом поговорим почему. И формируется симптом для того, чтобы... Что случилось? Смотрите сюда внимательно, сейчас фокус будет. Еще раз. Личность не может договориться с реальностью. По разным причинам. Потом поговорим. Формируется симптом, чтобы случилось вот так. Поняли? То есть, симптом формируется всегда для того, чтобы куда-то вас амортизировать. Исключение. Пишем. Исключение. Двоеточие. Общие вегетативные симптомы. Плюсик ставим, кто понимает, почему исключение. Потому что общие вегетативные симптомы – это просто проявление тревожности. Чисто физиологической. Исключение – это общие астено-невротические синдромы. Мошки, головокружение, шаткость. То есть, все, что касается самотоформности – это проявление тревоги, которая возникла на стыке неконтакта личности с реальностью. И вот если быть совсем правильным. Рисую. Личность. Личность. Ситуация, с которой я никак не контактирую. Симптом. Понимаете, да? То есть, если у меня, ну прям совсем, давайте даже по-другому, давайте вот так. Вот так, понятней, зачем симптомы людям. Почему они ходят по врачам, верят в болезни, верят, что они умрут от аллергии, хотя раньше не было. Начинают бояться, что они убьют детей, навязчивые мысли возникают. Страх постоянно за здоровье. Они не ходят одни по городу. Да, вот это все. Я сейчас, я объясню, у нас впереди 8 больших занятий. Вот личность, а вот реальность. Плюсик ставим, кто понимает. Симптом выступает прокладкой между личностью и реальностью. Всем это понятно? Мне нужен симптом, потому что он как цемент меня спалачивает. Теперь, внимание, вопрос. Когда уйдет симптом? Или почему симптомы не уходят? Симптомы не уходят только тогда. Симптомы не уйдут до тех пор, пока они будут нужны как цемент. То есть, пока человек из этой формулы не сделает вот такое понимание. Поняли разницу? Вот зарисуйте вот так. Вот зарисуйте, пожалуйста, вот так. Точнее, sorry, вот так. Блядь. Вот так зарисуйте. Личность, симптом, реальность. Плюсик ставим, кто зарисовал. Или просто алгоритм. Личность, симптом, реальность. Зарисовали? Это первое. Личность, симптом, реальность. Это то, как к нам приходят пациенты. Они приходят с симптомом. Вторая схема. Вы должны объяснить пациенту на втором этапе терапии, что у вас есть симптомы. У вас есть какая-то реальность и какая-то личность. Вот так вторая часть терапии выглядит. На этом пока закончим. Вот так зарисовали. Почему это надо сделать? Потому что человек, пишем, должен понять, что его симптом, да, вегетативный, и да, все это связано с тревожностью, и это не страшно. И с этим надо уметь делать, и мы это будем обсуждать. Но главное – это понять нахера. Нахера мне невроз? Я личность, которая по жизни не умеет быть одна? Я личность, которая по жизни не умеет принимать решения? Я личность, которая по жизни нуждается в похвале? Я личность, которая по жизни нуждается в доказательстве? Я личность, которая по жизни нуждается в заботе? Я личность, которая по жизни нуждается в производить впечатление? Или я личность, которая столкнулась с ситуацией, которая попала в мою уязвимость, и я сейчас не могу это разрешить? Плюс их ставим, кто понял. Если я личность, которая по жизни что-то не может воспринимать, например, если я личность, которая по жизни не может находиться одна, то мне будет нужен симптом эмоциональный, инфантильный, поведенческий для того, чтобы постоянно не быть одной. Привлекать внимание, просить о помощи. Например, если я инфантильная по жизни личность, которая не хочет ответственности и даже взрослеть, то я буду болеть для того, чтобы постоянно играть в историю беззащитности. Если я личность, которая не может принять реальность под названием «вообще-то надо уметь самой», то я буду болеть, чтобы от меня не ушел муж. Там великое множество комбинаций. Понятно, что я сейчас не расскажу про все. Это всем понятно? Ребята, это первое занятие только. Камон! Но уже становится понятней. Давайте подытожим. У нас фармакология и обследование. Итак, подытожим первую часть. Вегетативная активность и все вегетативные симптомы – это проявление тревоги. Мы с вами будем говорить, какие упражнения нужно делать, чтобы правильно вести себя во время панической атаки, во время страха навязчивых мыслей. Это скоро будет. Во-вторых, вы должны четко понимать, что ваши симптомы не образуются на ровном месте. Просто пациенты не видят причинно-следственной связи между личностью, событием и их симптомом. Следующее. Чем больше тяжелее и длительный симптом, тем больше отрыва личности от реальности. Целью терапии является, первое, осознание причин возникновения симптоматики. Второе. Умение с этой симптоматикой справляться. Я буду с вами. Первое. Осознание причин вегетатики и симптомов. В скобочках это тревожность. Второе. Умение или навык, навык работы в этом состоянии или с этим состоянием. Первое. Причины вегетативной активности и причины симптоматики, в скобочках, тревожность, а не заболевание какое-то. Второе. Умение или развитие навыков правильного поведения во время панических атак или навязчивых мыслей. Третье. Видение. Видение причинно-следственной связи между личностными особенностями и жизненными событиями. Причинно-следственная связь между личностными особенностями и жизненными событиями. В скобочках. Чем больше и дольше симптом, тем больше разрыв личности между реальностью и личностными представлениями. Следующий этап терапии. Осознание, что симптоматика имеет функцию буфера и какого. То есть четвертое – это буфер симптома и какого. Ну и пятое – это реконструкция личности. Или нравится? Пятое – это реконструкция личности. Реконструкция личности с целью формирования более гибкой адаптации к реальности. Реконструкция личности с целью адаптации к реальности. Ну и тут уже в зависимости от состояния пациента. Если у меня пациентка, которая в принципе считает, что все должно быть так, как она хочет, то это непросто. А если невроз случился потому, что человек попал просто в ситуацию, с которой он никак не может адаптироваться, то симптом, как правило, не такой длительный, не такой яркий. Если у меня женщина, которая 25 лет не выходит из дома из-за агорофобии, я понимаю, что это пиздеж. Но ненамеренный пиздеж, понимаете, да? Объясню почему. Нельзя 25 лет гладить собаку, которая вас не кусает и верит, что она вас укусит. Плюсик ставим, кто понимает. Еще раз. Нельзя 25 лет гладить собаку, которая вас не кусает и верит, что она вас укусит с точки зрения физиологии мозга. Всем это понятно. То есть, если мне женщина говорит, Алеша, сыночек, я 25 лет из дома не выхожу, у меня агорофобия, я как только за подъезд, так у меня сразу инфаркт микарда. Я говорю, Зина, эбена мать, что ж ты рассказывай, как ты живешь? И там много всего интересного. Как правило, это отношения с матерью, с мужем, с детьми. Там мать болеет, чтобы дети далеко не уезжали. Манипуляция родственниками, блять. Мать ж больная. У нас же мать. Но все уже родственники, как правило, понимают, что мать ебнутая актриса. Просто мама не понимает, что она своей болезнью коммуницирует с семьей таким образом. Всем это понятно. И вот если, пишем, ребятки, котятки, пишем, если симптом, пишем, 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 пишем. Да, четвертый пункт – это буфер или функция симптома. Какую функцию играет симптом? Ребят, это занятие будет выложено на YouTube полностью. Включайте, сука, диктофон, разбивайте это на аудио. В следующий раз записывайте диктофоном каждое занятие, делайте вывески, цитаты, тезисы, что хотите делайте. Понятно? И это первое занятие будет выложено полностью на YouTube. Еще раз его пересмотрите, все запишите, законспектируйте. Значит, внимание. Если моя клиентка общается с семьей с помощью симптомов. Пишем. Если моя клиентка взаимодействует с жизнью с помощью симптомов, если моя клиентка в принципе коммуницирует с людьми и жизнью с помощью симптомов, я ее не вылечу. Па-па-па-па-пам. Все. Потому что симптом стал уже фундамент... Он уже проел, блядь, мозг таким образом, что он уже вошел, блядь, в сука, в личность. Понимаете? То есть там метастазировалось вот так. То есть если моя клиентка в принципе живет как инфантильная истеричка, которой надо поднимать грудь наверх в 56 лет, чтобы мужчины на нее обращали внимание. Она такая жаркая, вся пышная, как правило, женщина, которая... Мужчина, вы что, сзади третесь, не видите меня? Я тут стою! Как правило, такие женщины становятся педагогами, воспитателями в детском саду, какими-нибудь там... Ну, не будем... Психологами порой, нередко. И это личностная конфигурация, а они общаются с помощью своих симптомов, своих эмоций, они вот так живут. При этом они будут интересно проявлять жалобы. Они к вам придут с головными болями, с чувством жара, с различными тревогами, бессонницами. Но бывает так, что вы поймете, что человек всю жизнь, в принципе, выстраивает так коммуникации с семьей, выстраивает так коммуникации с миром. И тут, конечно же, мы говорим о симбиотической связи с дочерью. Но, как правило, это матери, которые ебут своих детей во всех смыслах этого слова и устраивают такие драматургические припадки пожизненно, чтобы быть для детей значимыми. Потому что тревоги же много, да? И эта тревога, она связана с тем, что эта мать боится остаться одна, боится быть брошенной, боится быть преданной. Боится перестать быть нужной. И это настолько долго и много, что с помощью своих болезней, симптомов, жалоб и прочего-прочего, она таким образом спалачивает вокруг себя внимание людей, детей и так далее. Ее слушают, значит, все там. И, конечно, такую мать вылечить невозможно. Но это не климакс. Это, как правило, именно личностное расстройство такое. То есть тут надо понимать критически. Всем плюсик поставьте, кто это понимает. Нахера мне симптом? Всем это понятно. Если мне симптом просто потому, что я попал в ситуацию, в которой многие сейчас люди в России, то тут понятно, что это может быть хроническая тревога. Я уж не говорю про жителей Украины, там полный пиздец, мне кажется, в эмоциональном плане. И если я нахожусь в тревоге, потому что мне, мягко говоря, херовато из-за происходящего, то здесь может и не быть функции симптома. Тут будет просто жалоба на тревогу. Может быть, здесь будет жалоба на вегетатику. Может быть, на какой-то там фобический страх за сердце. Но тут может и не быть симптомов. Это может быть просто проявлением плюсик ставим, кто понимает. Просто проявлением тревоги, потому что реально в мире случился пиздец. Вот это всем понятно? То есть, вот СВО, это же реальная ситуация, а не вымышленная. Почувствуете разницу? Восклицательный знак, кто понимает? Вот реальный пиздец, реальная тревога, реальные обстоятельства, это невроз? Нет. Это не невроз. Коллеги, пишем, и функцию симптома здесь не нужно искать. Все поняли это? Восклицательный знак, это очень важно. Конечно, если человек находится в тревоге, потому что реально ебаный стыд, если реально обстоятельства, угрожающие всем, чем только можно, то здесь просто мы говорим о тревоге, о которой будем говорить чуть позже. Но если к вам приходит человек, который не находится в каких-то там обстоятельствах, назовем это так, и его симптомы, их похондрические, фобические, панические, они связаны не с объективными угрожающими катастрофами, войнами и так далее, а с какими-то личными переживаниями, по каким-то определенным жизненным обстоятельствам, вот тогда симптом имеет задачу. Либо если человек всю жизнь такой. Всем понятно? То есть нужно уметь отличить от другого, но мы это будем делать. Пишем дальше. Фармакология. Устали? Ребята, еще 15 минут, потерпите меня, пожалуйста. Просто очень много информации, и я понимаю, что вам надо будет пересматривать по два раза, наверное, чтобы что-то запомнить, понять. Но поймите, если я буду как бы вас щадить, то я потом скажу себе, что я выложился не до конца, там что-то не додал, не досказал, поэтому мне лучше перебрать, мне лучше переборщить с информацией, с объемом информации, нежели не додать и потом быть недовольным тем качеством, которое я отвел. Вот. Пишем. Фармакотерапия. Антидепрессанты. Значит, существует огромное количество вопросов по этому поводу, мифов по этому поводу. Значит, я не буду читать вам лекцию по фармакологии, но объясню многие вещи. Значит, сразу спойлер. Все, что я сейчас буду говорить о фармакологических препаратах, называть торговые названия и называть действующее вещество, это не означает, что эти препараты надо и можно принимать. Все препараты, которые я перечисляю, это препараты и знакомства для общего образования. Это не назначение, это не рекомендация, это не призыв, и это исключительно в целях общего ознакомления. Назначать, отменять или комбинировать какие-то психотропные препараты, в том числе, которые я буду называть, может только врач, ваш, лечащий. Не я и не на этом вебанале. Это всем понятно? Объясню сразу, что это не просто спойлер. Объясню сразу, почему я так сказал. Все, спасибо, я понял. Надеюсь, все адекватны. Я объясню сразу, почему все об этом так говорят. Многие люди думают, что эта фраза сказана для красного словца из серии рецептурный препарат. Ведь так? Ну, кто-то думает, что это стандартная фраза, что нельзя назначать себе, надо, чтобы назначил врач. Ну, типа, рецепт. На самом деле, это не совсем так, и я объясню, почему. И я развею этот миф. Наверное, один из некоторых. Все антидепрессанты, и уж тем более нейролептики, выполняют определенную функцию, и они все очень разные. Казалось бы, группа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, как бы вроде антидепрессанты, да? Но они все очень разные. И, например, эстетолопрам и сертралин могут действовать совершенно по-разному. Хотя, казалось бы, это группа СИОЗ. Не надо мне сейчас писать никаких вопросов, я сейчас собьюсь нахрен. Почему вот все время говорится про назначение врача? Есть антидепрессанты, например, прозак, флоуксицин, сертралин, Велоксин, которые обладают, они как бы группа СИОЗС, но они обладают стимулирующим действием. И если определенный антидепрессант, который обладает стимулирующим действием, дать человеку в определенном состоянии с точки зрения маниакальной фазы, с точки зрения высокой тревоги, то мы можем получить обострение тревоги. Например, если человеку с генерализованно тревожным расстройством дать прозак или флоуксицин или дать сертралин, то с большой долей вероятности мы получим СИОЗ-индуцированную тревогу и усиление тревожной симптоматики, если не прикрывать транквилизаторами в первую неделю приема. Во-вторых, например, препарат сертралин, он еще задевает дофаминовые рецепторы и он достаточно сильно активирует активность центральной нервной системы. А вы знаете, что дофамин во многом активирует тревогу в том числе. И если будет недостаточное ингибирование серотонина и достаточная активация дофамина, то, в принципе, добрый вечер – это тревожное расстройство. Мораль сей басни какова. Или, например, три циклики и тетрациклики амитрептилин и мертозапин. Два препарата, которые очень сильно увеличивают вес пациентов и усиливают аппетит и вызывают сонливость сильную. И если вы мертозапин бахнете в начале дня, то вы просто, блядь, уснете за рулем или будете спать весь день. Или если вы пышная женщина, или если вы девушка, которая в теле или которая очень там печется о своей фигуре, и вы просто назначите себе какой-то препарат, то вы просто десятку нажрете. Или вы, наоборот, человек, у которого… Плюс их ставим, кто понимает, к чему я клоню. У которого апатичная депрессия, ему ничего не хочется делать, ему хочется лежать, ему не хочется ничего делать, ему скучно, вяло, грустно, сонливо, и он принимает седатирующий антидепрессант, что еще больше его вваливает в кровать и убивает либидо в кламм. То есть человек и так не испытывал эмоций. Ну, представьте себе ситуацию. Человек перестал испытывать эмоции. У него нет дофаминовой активности, ему ничего не хочется. Но он хотя бы там мастурбировал, там хоть как-то что-то там происходило. Да, ему неправильный антидепрессант, вы получаете анаргазмию, вы получаете отсутствие полового влечения либидо. И вы просто берете и усугубляете депрессивную симптоматику. Хотели как лучше. Мораль сей басни какова. Мы не просто так говорим, что нельзя себе назначать препараты. Все поняли это? Высокисательный знак. Потому что каждый препарат имеет свои нюансы. Где-то стимулирует, где-то седирует, где-то вес, где-то наоборот потеря аппетита. Если вы дистрофик, который от тревоги не ест, и вы назначите себе ебаный прозак или флоуксицин, вы еще больше не будете есть, потому что флоуксицин убивает в ноль аппетит. И вы просто умрете, блядь, от истощения. Вот почему нельзя назначать себе самому препараты. Я уж не говорю про их комбинации, чтобы получить серотониновый синдром и остаться инвалидом. Всем это понятно. Поэтому, когда мы говорим о препаратах, мы всегда говорим о показаниях. Показания. Их определяет врач при очном контакте. Не знаю, где там у вас кто обучался. В нашей школе обучают. Хорошо, приходите к нам учиться. Их назначает врач по показаниям. Пишем. В целом есть определенные шкалы. Я не буду сейчас... Их изучают наши студенты. Я не буду вам скидывать определенные классификации, чтобы не провоцировать вас к назначению самостоятельно различных психотропных препаратов. Я скажу в целом, что вам надо знать. Пишем. Когда фармакология уместна. Или давайте так скажем. Разделим на две части. Когда она скорее всего нужна и букву уже вчера и когда о ней уже можно подумать. Поняли два варианта? Плюсик ставим, кто понял. То есть, когда она уже прям блядь вчера нужна и когда о ней можно задумываться. Вот так. Окей? Пишем. Правая, красная. Когда она нужна вчера? Значит, фармакология или фармакоподдержка нужна нужна вчера, если человек совершенно не хочет жить. Ему невыносимо все, что с ним происходит и он уже хочет буквально не боится, а хочет выйти в окно, потому что уже терпеть это все невозможно. Это показания госпитализации. Даже. Это прям черные. Значит, еще фармакология нужна вчера, если это состояние тревоги и напряжения и, так скажем, психических спецэффектов достигло в невротическом регистре кульминации сильнейшей тревоги, которую невозможно терпеть, которая ничем не снимается и которая изматывает настолько тяжело и сильно, что нету сил на то, чтобы читать книгу, нету сил на то, чтобы заняться каким-то родом деятельности. Если человек перестал спать и перестал есть, то есть если у него настолько тяжелая клиническая симптоматика, которая буквально инвалидизирует его, вот тогда это показания к приему препаратов. Следующее. Конечно же показания к обращению к психиатру является не невротический регистр, но я обязан это проговорить. Это ощущение, что по вашему телу ползают какие-то букашки, тараканы, слезняки, ощущение, что вы слышите голос, который с вами разговаривает, который вам приказывает что-то, ощущение, что вы провалы в памяти и вы не помните, что с вами происходило, а вам говорят, что вы делали. Вот об этом не будем говорить, да, много, но тем не менее, вы поняли все. Это такой уже специфический регистр, который требует определенного наблюдения. Значит, второе, когда фармакологии нужно задуматься, первое, если вы испытываете тревожно-депрессивную синдроматику на протяжении года, полутора, и вам не становится легче в результате психотерапии. Вы, в принципе, живете, работаете, спите, едите, но есть некоторая там тревожная симптоматика, которая, с которой вы пытаетесь справиться, но в целом вы живете. То есть, тут тоже можно задумываться с точки зрения, о какой терапии вы занимаетесь вообще, и может быть, что-то вам попринимать. Значит, давайте перейдем к следующему вопросу. как работает фармакология и когда ее можно не принимать, пишем, ну, плюсик, кому интересно, то есть, когда ее можно не принимать и почему ее, в принципе, принимать не всегда, мягко говоря, нужно. Если мы вернемся с вами к нашей с вами сегодняшней схеме, то вы помните, что есть некая личность, которая генерирует симптом, которая выполняет определенный цемент между реальностью и оторванностью от этой реальности. Помните, да? Значит, как работают антидепрессанты? Значит, первое, если наша задача снять тревогу, острую тревогу, то это не антидепрессанты. Восклицательный знак, кто это понял. Если задача снять острый приступ, острую тревогу, то это не антидепрессанты. Антидепрессанты острую тревогу не снимают. Острую тревогу снимают транквилизаторы из группы бензодиазепинов. Я не буду ничего говорить ни про какие конкретные препараты на данной лекции. Дайте мне довести до конца. Значит, еще раз. Антидепрессанты не снимают плюсик, ставим, кто понимает, острую тревогу. Закидываться сертралином, флоуксицином, велоксином, я не знаю, флоуксамином, бла-бла-бла, не надо при остой тревоге, ничего не изменится, только хуже станет. Это все поняли? при остром приступе тревожности закидываются бензиазепиновыми транквилизаторами. Значит, антидепрессанты, даже, которые работают на тревожные расстройства, такие как сертралин, тот же самый флоуксицин, эстеталопрам, циталопрам, они работают накопительным эффектом, пишем, с помощью восстановления активности серотониновых нейронов. Сейчас очень важная будет информация, студенты ее знают, но вы, кто не студент, у вас считаете, знаете, у вас сезон будет курс молодого бойца, кто пойдет вот в октябре учиться к нам, у вас считаете курс молодого бойца по учебе в школе эмоционального интеллекта. Только в школе медицины будет поболее. Пишем, значит, тревога это двоеточие. Тревога двоеточие. Вы зря наверняка принимали сертралин, потому что вот это опять же видите низкое образование. Сертралин нельзя принимать разово при острой тревоге. Конечно же, вам только хуже станет. Это не транквилизатор. Тревога это двоеточие. Тревога это активация норадреналиновых рецепторов, дофаминовых рецепторов, глутамат рецепторов, и падение ацетилхолиновых рецепторов, там еще активация, и падение активности, и падение активности серотониновых и гаммкаргических нейронов. то есть, проще говоря, стрелочку вниз гаммк, стрелочка вниз серотонин, плюс их тайм, кто понял, стрелочка вверх, дофамин, норадреналин, там, этот самый глутамат, ацетилхолин, и так далее. здесь, пожалуйста, не говорите, что у вас в крови упал серотонин, и вам надо поднять уровень серотонина в крови, не будьте дебилами, я вас очень прошу. Да, значит, перестаньте, значит, падает активность нейронов, плюс их ставим, кто понимает. активность нейронов падает, а не серотонин в крови, и антидепрессанты эту активность восстанавливают. Пишем дальше. Как работают классические антидепрессант СОЗС группы? Он не содержит серотонин, для двоечников рассказываю. Антидепрессанты это не серотониновые препараты с точки зрения, что там серотонин находится. Типа как этот самый БАТ. Антидепрессант это препарат, который способствует удержанию серотонина в прессе на оптической щели. Ну вот Ирина, для дебилов рассказывают, что серотонин в бананах. Ну вот для дебилов. Для дебилов. Значит, рассказываю. Вы, наверное, говорите о трептофане, и это тоже для дебилов. И 5-гидрокситрептофане, что еще больше для дебилов. Добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Значит, препарат химический ингибирует серотонин, моноамин, нейромедиатор и гамм-каргический, и гамм-аминомасляную кислоту в прессе на оптической щели. Для того, чтобы активировать серотониновые и гамм-каргические нейроны. Плюс ставим, кто понимает. Как только активируются серотониновые и гамм-каргические нейроны, падает активность дофаминовых, падает активность норадреналиновых и тогда от стелхолиновых нейронов, поднимается уровень пролактина, снижается из-за этого уровень дофамина, и человек испытывает отсутствие тревоги. Внимание! Пишем на химическом уровне. Сейчас внимание! Жила-была личность, которая генерирует тревогу. Плюсик ставим. И эта личность сталкивается с определенной ситуацией, которая не может договориться, формируется симптом тревоги. Из-за длительности состояния его нейромедиаторы приходят в дисбаланс, что влечет за собой шибку их баланса и возникает падение активности серотониновых и гамкаргических нейронов, что в свою очередь увеличивает активность других нейронов, возникает тревога. Плюсик ставим, кто понимает. Да, есть ситуация в жизни, с которой человек не контачит. И да, формируется симптом. Плюсик ставим, кто понимает, или тяжело. Но принимая антидепрессант, мы как бы вставляем клин между личностью и симптоматикой и получаем примерно следующую картину. Вот такую. Видно? Вот реальность. Вот симптомы. антидепрессанты и вот личность. Видно? И когда мы вставляем клин, ингибируя моноамины, поднимая серотонин и гаммкаргические нейроны, получается следующим образом. Симптоматика тревожности уходит, потому что нейроны заблокированы, остается реальность, остается блокатор и остается личность. Вот плюсик ставим, кто понимает. Вот что происходит дальше. Вы находитесь в той же самой реальности, вы та же самая личность, вы не поменялись как личность, с ума от антидепрессантов не сойдете, на стену не кинетесь, головой не поедете и шизофреником и дебилом не станете. Просто на химическом уровне у вас стоит блокировка, у вас организм не может выдать тревожные симптомы, потому что там нейромедиаторно заблокировано. Плюс их ставим, кто понимает это. Поняли? Если я уберу вот этот блок, все вернется на круги своя, потому что личность продолжает генерировать тревогу и эта ситуация не меняется. Поэтому новые и самые современные мета-анализы говорят о следующем. Если человек испытывает длительную тяжесть симптоматики, острую, вот все, что мы говорили, бла-бла-бла, мы вставляем клин в его нейромедиатор, мы утрачиваем симптоматику, плюсик знаем, кто понимает. И продолжаем работать над его личностью и над его реальностью, пытаясь соединить реальность и личность друг с другом. Как только мы в терапии, а мы на сезоне этим будем заниматься, восхитительный знак, кто доволен, как только личность начинает дружить с реальностью под действием ингибирования моноаминов, мы плавно вытаскиваем ингибирование моноаминов и смотрим, как продолжает контачить личность с реальностью. Если терапия была говно, то случится вот так. Мы опять вставим ингибитор моноаминов и опять начнем пытаться контачить с реальностью. если терапия была окей, то скорее всего после устранения ингибирования начнут какие-то быть здесь терки, но они уже не будут вызывать определенную симптоматику. Следовательно, и это доказывает Оксфордские метаанализы, что самым эффективным способом справиться с тревожно-депрессивным расстройством на сегодняшний день является сочетанная психотерапия и фармакотерапия, где если у вас возник какой-то симптом, который вам сильно мешает, вы понимаете, что есть реальность, есть личность, вы оторвались нахер, блядь, между личностью и реальностью, и этому я вас буду учить, как это менять. Человек принимает небольшие дозировки того же самого препарата по назначению, если надо взбодриться, то один, если надо убрать остынию, я вам расскажу, в следующий раз не успеваю, окей, про каждый препарат хорошо, если нужно убрать остынию и боли в теле, это сертролин, если нужно активироваться, это там то-то, если много булимии, компульсивное переедание, это флооксицин, я вам все про это расскажу. Мы вставляем небольшие дозировки, убирается симптоматика, и мы берем эту личность и начинаем ее стаскивать с реальностью, учить контачить, плавно убирая небольшие дозировки, их не нужно особо сильно бояться, и все, и все. у меня был эксперимент, и мы на этом закончим. Это сейчас не призыв к действию. Это не призыв к действию. Эксперимент был следующим образом. У меня было 10 пациентов, которым были назначены антидепрессанты параллельно с моей работой. Я знаю, что я сейчас скажу то, что, наверное, не очень правильно, и я не рекомендую вам это делать, если вы принимаете препараты. Давайте так. Если вы принимаете препараты, то принимайте их по схеме, назначенной врачом. Понятно? Я расскажу просто про опыт. Что есть ряд пациентов, которые принимали дозировку в 2-3 раза меньше терапевтической. Да, врачи-психиатры скажут, что это не работает, потому что все дозировки, они рассчитываются из исследований, и это правда. То есть, если есть вилка сертролина 50-200 миллиграмм, то это то, что показано на исследованиях в виде безопасности. Плюс их ставим, кто это понимает. Если есть вилка флоусуцина там 20-60 миллиграмм, то это доказанные рабочие дозировки. Но были у меня пациенты, которые испытывали определенного рода тревогу, которые пришли ко мне со словами, блядь, уже как-то тяжеловато, надо побыстрее и так далее. Мне вот тут назначили, что думаешь? Я говорю, давай попробуем просто сделать небольшие дозировки. Небольшие дозировки. Просто в качестве эксперимента всегда их потом поднять можно, понятно, да, до терапевтических. Ну, как бы, мы же заходим на антидепрессант не сразу на стопроцентную дозу, помните, там сначала одна восьмая, одна шестая, блядь, одна четвертая, одна вторая, терапевтическая доза. Я говорю, давай остановимся на одной шестой, на одной четвертой. Знаете, что самое интересное? Что было, я не помню, сколько, сколько случаев за всю мою практику, когда небольшие дозировки, вот небольшие дозировки давали нам вот этот эффект, когда тревога уходила, на небольших дозировках люди не получали побочку в виде отсутствия либидо, сильной диареи, я про это расскажу в следующий раз, окей, он не получал сильную расторможенность, то есть он, ну, как бы, не был изолирован, да, и у нас очень хорошо получился терапевтический процесс, и плюс, внимание, ребят, когда ты принимаешь микродозинг в этом смысле, который в три раза меньше терапевтической дозы, в этом смысле, я опять же говорю, это не показание, это просто мой эксперимент, синдрома отмены практически нет, потому что если это одна шестая таблетки, то, как бы, это настолько маленькая дозировка, что тетровать ее практически невозможно, и, как правило, человек не испытывает никаких проблем, но, опять же, терапевтическая дозировка, это доказанная терапевтическая дозировка, я к чему? К тому, что если вы принимаете антидепрессанты, не бойтесь, если вам выписали антидепрессанты, не бойтесь, да, если вам, если вы сейчас на 27 сезоне принимаете антидепрессанты, не бойтесь, Они вас не убьют С ума вы не сойдете Ничего с вами не будет Гораздо больше людей, кто принимал антидепрессантов Они им не помогли То есть, многие люди думают Что они будут принимать антидепрессанты Случится какое-то чудо Розовые слонята Они принимают, блядь, тот же самый сертралин Они говорят, блядь, кончить не могу Какое-то вот состояние какое-то странное А ничего не понимают А что лучше, что хуже Как-то нет никакой радости В чем прикол ваших, блядь, антидепрессантов То есть, подавляющее большинство людей Они понимают, что эффект От антидепрессантов Он на самом деле достаточно сильно преувеличен С точки зрения Катастрофы какой-то У меня пациент принимал 200 мг сертралина с тяжелой тревогой Он говорит, блядь, я как будто семечки ем Мне нихуя вообще не происходит И врач еще Долгое время подбирал ему комбинацию препаратов Чтобы они хоть как-то на него поработали Поэтому не надо кошмарить антидепрессанты Не надо думать, что это какая-то лютая дичь С лютыми побочками Да, побочки есть Мы об этом поговорим в следующий раз Хорошо, я не успеваю Я поговорю о побочках О том, почему они возникают Как их минимизировать И про каждую побочку поговорим Про наркозмию, про либидо, про ЖКТ Про удлинение интервала КУТЭ Про кардиотоксичность поговорим Про обострение тревоги Про СИОС индуцированную апатию поговорим Все про это мы поговорим Просто я, видите, не успеваю Но я хочу вам сказать, что Принимаете вы антидепрессанты Или не принимаете вы антидепрессанты Вы механизм поняли Антидепрессант всего лишь навсего Меняет нейромедиаторную активность Блокируя тревогу А из-за тревоги блокируются ваши симптомы Всем это понятно Но если вы продолжите Быть оторванным Как личность от того Что происходит в реальности Все будет возвращаться И вы будете получать такую картину Препарат принимаю лучше Бросаю хуже У кого так было? Напишите Принимала Было хорошо Не принимаю Все возвращается Если вы видите на себе Такую историю Это говорит о том Что Вот Ситуация И события И реальность И ваша личность Никаким образом Не соединились И конечно же Все это Возвращается Опять На круги Своя Спасибо за первую встречу Мы дальше с вами продолжим И будем в следующем занятии Говорить об обследованиях Которые я не успел сегодня О побочных эффектов Антидепрессантов О том Какие я могу дать рекомендации По каждому препарату На что надо обратить внимание И Когда Какие препараты Обычно назначаются Чтобы вы обсудили это Со своим лечащим врачом Я расскажу О нюансах Где вам надо Понять Что нужно обратиться К психотерапевту Обязательно Понять Что психолог Может делать ошибку Затягивая назначение Препаратов И серии Я сейчас все победю Да Тоже надо Это Мы это проговорим Проговорим в следующий раз Быстро обследование Дифференциальную диагностику И коморбидные заболевания Мы поговорим с вами В следующий раз О железодефицитной Астении Анемии Мы поговорим с вами О гормонах Мы поговорим с вами О сопутствующих Коморбидных заболеваниях Которые возникают У людей Мы поговорим О расстройстве Пищевого поведения И начнем Уже Дальше Говорить Про личность И про функции Симптомов Программа Будет очень Насыщенная Как видите Я не укладываюсь Очень много Информации А это В 16 часов Мне надо уложить Очень много Понимаю Что будет вам Сложно Но надеюсь Что вы будете Потом переслушивать Пересматривать Я хочу сделать Сезон Таким Чтобы он Исчерпывающе Ответил На все Вопросы Хорошо Вот Исчерпывающе Спасибо вам За ваше время Спасибо За ваше доверие Кто хочет Присоединиться К 27 сезону У нас будет Открыта регистрация До следующего Второго урока То есть У вас еще будет Там несколько дней На регистрацию Жду Всех в школе Эмоционального Интеллекта И психотерапии Кто хочет научиться Работать с тревожными Расстройствами И кто хочет Себя лучше понять Кто всегда Любил медицину Кто всегда Любил психотерапию Помогать людям Мы вас будем С радостью ждать Приходите К нам Учиться Четвертый поток Стартует в октябре Месяце Все Ребятки Увидимся Следующие выходные До свидания